Глава шестая. Пустышка, новые знакомые и радужный свет. Порой, не разобравшись в происходящем, можно принять кого-то за монстра, сильно кого-то этим фактом расстроив. Искательница кьюти-марок Эппл Блум весело подпрыгивая шагала по дороге к вечно свободному лесу. Небольшая сумочка, забитая травами, которые просила принести Зикора, тихонько билась о круп, закрывая с собой отсутствие знака призвания. Впрочем, вышитая на сумочке красное яблоко с зеленым листочком, вполне можно было посчитать за кьюти-марку, если не сильно приглядываться. Свитебелли и Скутелу не смогли составить ей компанию в этот раз. Первая осталась помогать сестре, которой так неожиданно понадобилась еще одна пара копыт в помощь. Вторая не могла оторвать глаз от летающего в небе кумира, Рейнбу Дэш, нарезающий круги над Панивилем, словно радужная молния. Эх, когда-нибудь я стану таким же быстрым пегасом, как она. Мечтательно проговорила Скутелу, крутя головой из стороны в сторону, отслеживая быстрые виражи Дэш. — Значит, не пойдешь? — Эппл Блум наклонила мордочку вбок, делая круглые грустные глазки. — Ня-я-я! — мечтательно протянула Скутелу, рассматривая небо. В итоге Эппл Блум шла одна, напевая песенку в такт, раскачивающемуся из стороны в сторону банду. День был на удивление замечательный. Ни одного облачка, ни намека на дождь, что было редкостью в этом своенравном лесу. Солнце, казалось, проникало даже в темные уголки леса, пусть даже тонкими и неуверенными лучами, в просветы между лесвой. Так весело прыгая от одного солнечного пятна к другому, она добралась до дома Зикоры. — Зикора, ты я, Эппл Блум! Я принесла тебе траву, что ты просила! — раздался ее тонкий и задорный голосок, но ответа не было. Приоткрытая дверь покачивалась от сквозняка, словно ее забыли захлопнуть в спешке. Впрочем, Зикора редко оставляла ее закрытой, если только не уходила надолго. — Зикора, это я! — раздался голос жеребенка. В дверной проем просунула светло-желтая мордашка. — Зикора, я войду, ладно? Ответом была тишина. Маленькая пони открыла дверь и вошла. В доме царил уютный полумрак, и лишь на полу было два ярких пятна, от пробивающегося через окна света. В одном из них лежал диковинный фиолетовый цветок, похожий на увядшую хризантему. Паниша тронула цветок копытом и попыталась поднять, но вслед за привлекательным бутоном потянулся толстый синий стебель. Вдруг побег дернулся назад, вырвав из копыт жеребенка поднятый бутон. В полумраке за тенью наклонившегося стола светились оранжевым два удивленных и заспанных глаза янтарного света. — Ты кто? — раздался чуть рисковатый и заспанный голос. Одновременно с этим вопросом ниже глаз завтелось еще два предмета, и что-то невидимое мягко потянуло Эппл Блум в тень. — А-а-а! Монстр зажрал Зикору! — загласила маленькая Эппл и застучала копытцами по полу, пытаясь убежать. — Монстр? Где? — Тот же удивленный, чуть хриплый голос раздался из темноты. — Почти одновременно раздались два вопля, и невидимые объятия пропали, отпустив убегающую со всех ног поняшку. За ее спиной раздался грохот опрокинутого стола и гулкий звук закрывшейся двери. Эппл Блум бежала, не ощущая под собой дороги, словно у нее появились если не крылья, то явно что-то дающую способность к полету. Диксди сладко дремала, когда что-то довольно ощутимо дернуло ее за хвост, потом еще раз и потянуло в сторону. Не хотя открыв глаза и все еще думая, что находится дома, она увидела сидящую на полу маленькую пони, скорее даже жеребенка, державшую в копытах кончик ее хвоста. Даже не просто держащую, а тянущую его на себя, соразмерно своим небольшим силам. Все еще находясь в полусне, синяя крылатая пони привстала и, разбудив свои амулеты, потянула эту юную гостью к себе. — Занятно, — подумала она. — Не помню, чтобы у меня дома были такие маленькие пони. С этой мыслью она, недолго думая, задала первый возникший в голове вопрос. — Ты кто? — Но вместо ответа желтый жеребенок неожиданно завопила на весь дом. — Монстр сожрал Зикору! — А-а-а! — и, продолжая вопить, вырвалась из путь телекинеза в дверь, захлопывая эту набегу. От этого вопля Дигзди окончательно проснулась и, попытавшись встать, застряла рогом в столешнице. Рог вошел в дерево, словно тот был бумажным, и крепко увяз. — Монстр? Где? — с удивлением задала она вопрос, и, словно ответом на него из начищенного бока котла, на нее смотрело темное отражение со светящимися глазами и такими же яркими пятнами под ними. Отражение забавно шевельнуло ушками и мигнуло. — Я? Это я, монстр? Отпрянув от отражения, выдохнула синяя пони, и по ее щекам против воли потекли крупные бисеринки слез. На полу лежала вышатая сумочка с рисунком в виде яблока, оброненная жеребенком. Из нее рассыпались несколько душистых травок, и теперь, греясь на солнце, источали пряный аромат лугов. Продолжая всхлипывать, пони подняла ее с помощью амулетов и приблизила к мордочке. Душистый аромат стал сильнее. К нему примешался запах цветов, которые росли возле ее дома форта в горах. С треском вытащив рог из стола, она села рядом, продолжая держать сумочку в воздухе. Красное яблочко на ткани казалось похожим на сердечко, и сама сумочка выглядела такой яркой, домашней, такой милой. Я напугала ее. Я напугала ее просто тем, что существую. Сумочка упала на пол, подняв маленькое облако пыльцы. Из широко раскрытых янтарных глаз лезвие рога и пони покатились недержимые крупные капли, тяжело падающие на передние копыты и разбивающиеся в мелкие прозрачные росинки. Я напугала эту маленькую пони. Я! Зикору! Зикору слил кошмарный монстр из леса! Вопила Эппл Блум, вбегая на ферму Эпплов, едва не сбив старушку Смит. Большой Макентош удивленно выглянул из сара, провожая взглядом жеребенку. Ты что-то слышал? Развался рядом бодрый голос Эппл Джек. Ого! Привычно протянул Большой Мак. Это была Эппл Блум? Развался тот же голос. Ого! С уверенностью кинул Макентош, и в тот же миг в Эппл Джек цепились маленькие копытца. И Зикору сжрал монстр! По словам выдохнула Эппл Блум прямо в ухо старшей сестры, трясясь от ужаса. Стой, 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 Сахарок! Начни все сначала! Эппл Джек встряхнулась и отцепила от себя сестру. Что ты вообще решила, что с Зикорой что-то случилось? Там, там у меня дома ужасное чудовище с четырьмя глазами! Успокаиваясь, ответила та, все еще предпринимая попытки вцепиться в Мака. Безуспешные, правда. Эппл Блум старательно пыталась показать, какое именно чудовище было у Зикоры в доме, но попытки лишь вызвали улыбки у брата и сестры. «Вы мне не верите!» — протянула Эппл Блум. «Верим?» «Конечно верим, Сахарок!» Эппл Джек незаметно подмигнула Макинтошу. «Сестра!» — жеребенок топнула копытом и с понурой головой пошла прочь. Из-за двери доносился тихий плач, прерывающийся всхлипыванием и сопением, словно кто-то шумно втягивал воздух ноздрями. Зикора слегка помешков открыла дверь и с удивлением осмотрелась. В дальнем углу комнаты рядом с кожной сумкой сидела ночная гость. По намокшей шерстке на мордочке текли слезы, собираясь в небольшую лужицу у копыт. Чуть по оду ли лежал на боку круглый стол, в котором что-то острое и при этом зазубренное вырвало целый сегмент деревянной поверхности. Теперь этот треугольник дерева лежал рядом с небольшой тканевой сумочкой. Зикора подняла ее. Сумочка тоже была влажной, словно... Из глазок янтарных отчего текут слезы? Приснился кошмар или ноют занозы? Все той же рифмой спросила Зикора, ставя стол на место и положив на него сумочку. Дигзи подняла голову и заплаканные глаза уставились на зебру. «Я монстр!» В голосе звучали нотки, так не подходящие этой... Действительно обладающей жутковатой внешностью пони. Полосатая хозяйка дома вздохнула и, подойдя ближе, наклонилась к синей пони, вглядываясь в огромные янтарные глаза. Мысли откуда такие взяла? «Пусть вид необычен, но нет в тебе зла!» Сказала зебра, протянув копыта, чтобы утешить гостю. Но та лишь отпрянула, вжавшись еще глубже в угол. А она... она испугалась меня. Из глаз пони снова потекли слезы, и она лишь показала в сторону стола копытом. Зикора посмотрела туда, куда указывала крылатая пони, и увидела влажную сумочку, полную теперь уже намокших и бесполезных трав. — Сумочка? — удивленно спросила полосатая пони, сбившись с рифмы. — Ты испугала сумочку? — Нет. Гося снова всхлипнула. Маленькая поняшка такая, желтая. Принесла ее, оставила, убегая. Копыта в черно-белую полоску снова подняла сумочку. Теперь Зикора рассмотрела ее получше и сразу узнала по нашитому на ткань яблочку сумку Эпплблум. Значит, она заходила к ней, когда зебра была в городе, и, видимо, встретилась с Дигзди. — Не стоит винить Эпплблум за слова. Это сказала она не со зла, — проговорила зебра, откладывая сумочку в сторону и озадаченно рассматривая покалеченный стол. — Она испугалась, ведь вы не знакомы. Друзьями могли бы быть, сложись все по-другому. Однако вырезанный из толстой столешницы кусок дерева все-таки оставлял место для сомнений в этом. Зебра покрутила обломок в копытах и, вздохнув, стала размышлять о том, из чего сделать новый стол. — Пустышки, друзья бегут навстречу приключениям! Ха-ха-ха! Раздался голос за спиной бегущих искателей Кьюти Марк. И ядовитый голосок принадлежал Даймон Тиарь. — Которые сами себе их придумывают! — добавила Сильвер Спун. Однако тройка жеребят в этот раз даже не ответила на едкие шуточки и скрылась по дороге в вечно свободный лес. — Они что, игнорируют нас? — возмутились поняши и, фыркнув, отправились туда, куда собирались с самого начала. — И точно говорю, жуткое существо! Четыре глаза и разным светом светятся! — рассказывал на бегу Аппелблум. — Броси, Аппелблум, такого не бывает! — вставила слово оранжевый пегас-жеребенок. — Может, это Зикора сама ее вызвала? — вставила слово Свити Бэль. — Может, это ее питомец? Скутула вспомнила о Флаттершай, у которой всегда было много забавных животных. Правда, только ей и удавалось с ними ладить. — Разговаривающий? — с сомнением в голосе спросила Аппелблум. — Хм, питомцы всякие тоже бывают. Это ж Зикора, а не обычная пони! — рассудительно заметила Скутула, хотя по ней было заметно, что рассказ Аппелблума ее изрядно напугал. — Стойте! — мелодичный голосок Бэль раздался одновременно со скрипом копыт по дороге. — А что, если оно действительно съело Зикору? А теперь съест нас, когда мы туда прибежим. — Скутула что-то подобное уже приходила на ум, но выглядеть трусишкой очень не хотелось, и она промолчала. Теперь же она тихо радовалась, что эта роль перешла к единорожке. — И что ты предлагаешь? — в один голос спросили Пегас и Пони. — Идем, Твайлот. Она справилась с Сурсой-младшим и вообще знает магию, не говоря уже о том, что она одна из элементов гармонии, — уверенно ответила Свити Бэль. — Уж с ней точно ничего не будет страшно. Бэль выпыла свою идею на одном дыхании и теперь переводила дух. Сложав правое копыто вместе, искатели Квитюмара кивнули и побежали в сторону библиотеки. Шесть маленьких копыт заторбанили в дверь и не успел Спайк ее отпереть, как три маленьких жеребенка снесли его с ног и вбежали внутрь. — Твайлайт! Зикора съел ужасный ч-ч-четырехглазный монстр! Выпалили хором три жеребенка, очутившись перед фиолетовым единорогом, от неожиданности выронивший на пол книгу. — Какой монстр? Кого съел? Оторванное от чтения Спаркл собиралось с мыслями, пытаясь понять, о чем вообще говорят перебивающие друг друга поняшки. С трудом ей удалось навести порядок и выслушать сбивчивую речь о Пеллблум, которая то путала очередность событий, то уходила в сторону от повествования, то и вовсе приукрашивала события. — Понятно. Глухо стукнула по столу копытом единорог. — Ты пришла к Зикоре. Ее там не было. И под столом сидел монстр, и ты решила, что ее съели. Эпеллблум кивнула. — Зикора была у меня, так что я не думаю, что с ней что-то случилось. — Уверенно сказала единорог. — Да, но... Мордочки же, ребят, вытянулись. И монстров не существует. Скорее всего, ты увидела ее гостью. Твайлайт поискала что-то в стопке книг и вытащила кусочек бумаги. — Вот это ты видела у нее в доме? Перед желтой поняшей повис листок с наброском. Та, оценивающий, посмотрела на листики и отрицательно покрутила мордочкой. — У монстра четыре глаза. Светится и хвост со стрелкой. Единорог задумался. — Если это не гостья, значит, какое-то неведомое существо вечно свободного леса могло и вправду забраться в дом зебры. А если зебра и в безопасности, то могла пострадать гостья, о которой Зикора говорила. А это уже совсем плохо. Можно даже сказать, не дружбомагично по отношению гостей. Выпроводив жеребят, она стала собираться. — Спайк! Остаешься тут и уберешь книги. Я пойду и проверю рассказ о плоблом. Заспаркл захлопнулась в дверь, она не услышала ворчание дракончика, ставшего собирать тяжелые книги. — Так, прежде всего нужно собрать всех. — размышляла вслух скачущая по дороге единорога. Затем... — О, Селестия, чуть не забыла! Вспышка магии окутала ее, и посреди библиотеки создался небольшой ураган. Единорог схватила какую-то огромную книгу и снова пропала в порыве ветра, оставив изумленного дракончика, заваленного грудой томов. — Твари! Ну за что мне все это? — раздался приглушенный голос Спайка, прежде чем на него обрушился еще несколько книг. — Так, теперь все по порядку. — Продолжала говорить с собой Твайлотт, скачками телепортации перемещаясь по Паневилю, собирая подруг, вкратце объясняя ситуацию. Пинки Пайни воспринял новость с восторгом, чем заставила вновь усомниться в ее серьезности. Впрочем, она радовалась скорее возможности познакомиться с новой гостью, чем с новым видом монстра. Рарити едва удалось вытащить из ее бутика, но в этом ей помогла Свити Белль, пересказавшая историю так, что даже сама напугалась и стала плакать в голос. Эпплджека не встретили по дороге, выяснив, что рассказ Эпплблум все-таки заставил ее волноваться. — До сих пор помню, как стала размером с яблок с хорок, — сказала Анна Твайлотт, — когда мы угодили в те цветочки ядовитой шутки. Не хочу, чтобы это повторилось снова. — Ой, ты бы слышал рассказ Белль. Рарити картинно прикоснулась к копытам к рогу. — Это такой ужас, такой ужас! Мое чувство прекрасного просто стонет от таких ужасных рассказов. — Такой, такой жуткий монстр? — спросила скачущая вокруг пинки. — О нет, такое ужасное повествование. Белль необходимо лучше учить литературу. Ее пересказ был просто жутким в своей непоследовательности. Страдальческим тоном ответил Эдинорог с кьюти-маркой в виде трех граненых камней. — Надеюсь, Флаттершай дома. Тихо сказал Спаркл, постучав в дверь желтой пегаски. — Никого нет. Извините. — послышался тихий голос. — Флаттершай, это я, Спаркл. Твайлайт, Спаркл. Нам, кажется, нужна твоя помощь с ма... Единорожка прикусила язык. — С диковинным существом из вечного свободного леса. Да, именно так. Она подбегнула друзьям, и те согласно закивали мордочками. — Ну, если так, конечно, я согласна. Но... В щелке двери появилась мордашка Флаттершай. Если это не будет опасно, ладно? — Конечно, это не опасно. Мы просто заглянем к Зикории и проведаем ее. Спаркл повернулась к остальным и снова подмигнув добавила. — Правда? — Да, конечно. Закивали остальные, кроме Эпплджек, спустивши шляпу на самые глаза и что-то неразборчиво буркнув. Рейнбо Дэш долго искать не пришлось. Она все еще накручивала круги вокруг Паннивиля, а праздник Пушка Пинки, как всегда верно, попадала в цель. Теперь голубокрылая Пегаска стояла перед друзьями, пытаясь выплюнуть конфетти и стряхнуть с крылья в бумажной ленточке серпантина. — Я вообще-то кое-кого ищу! — недовольно сказала она, отряхнувшись. — Мы тоже. Листок с наброском зебры был вырван из копыт Твайлот, и Дэш, казалось, потеряла дар речи от удивления. — Так именно ее я и разыскиваю! Кто это нарисовал? Дэш вглядела с набросок. — Да еще так криво! Твайлот пожала плечами и забрала рисунок обратно. — Зикора. Это, по-видимому, ее гости, и, скорее всего, с ней... А нагленно уснул в Латышай. Что-то могло произойти. — Но откуда ты о ней знаешь? Пегаска фыркнула и распушила крылья, приняв важный вид. — Мы ищем ее уже целый день. Это вроде как будущая кандидатка в Вундерболты. Она сделала паузу, улыбаясь тому, что вспомнилась. Но вроде не поладила с командиром и, наговорив кучу грубости, сбежала из Академии. Все Пегасы ищут ее. Хм, она, оказывается, у Зикоры. Ну надо же! Радужный вихрь магии гармонии ворвался в дом зебры. Разноцветные его брызги выплеснулись из окон и закружились по стенам, сметая с полок связки трав и бутылки с настойками. Яркое, белое и чистое свечение шло из глаз, завишен над землей одинорожки, сливаясь с потоком света от других элементов гармонии. Послышался чей-то удивленный вскрик, и свечение стало угасать. — О, Селестия! Мы превратили ее в чудовище! — послышался голос Твайлот. — Что же мы наделали? — Кажется, раньше я уже говорила. — Чтоб по обложке книгу ты не судила! Раздался рифмованный голос Зикоры, пытающийся выбраться из-под свалившихся на ней масок и бутылок. — Ты гостью мою напугав оскорбила! Перед шестеркой пони, свечение магии вокруг которых постепенно угасало, сидела растрепанная синяя пони, прикрывшаяся большим кожистым крылом. Она тихо всхлипывала, широко раскрыв большие и полные удивления янтарные глаза. Незнакомка была заметно крупнее простой пони. Ростом Соликорна, скорее, рог и вовсе загибался назад, а не был прямым и круглым, как у единорогов. — Порождение безвкусицы! — восхликнуло Рерити. И попыталась упасть в обморок. — А, по-моему, мило. Тихо принесла Флатыша и Дэш, рассматривая диковинное крыло цвета дождливого неба. По крайней мере, она летающая. — Новый друг! Розовая мордашка Пинки оказалась совсем рядом с гостьей Зикоры, отчего-то вжалась еще глубже в нишу между полками и окончательно закрылась крыльями. — Тебя как зовут? — Погодите, Сахарок. — Я хочу знать, где тут существо, что напугало мою маленькую сестренку. Эпплджек крутила мордочкой по сторонам, пытаясь найти причину испуга Эпплблума. — Я не уйду, пока не узнаю! Фиолетово-гривое вытянуло крыло в сторону земной пони. На нем, повисшая на изогнутом когте, покачивалась сумочка с вышатым яблоком. В доме повисла неловкая пауза. — Это я! — схрипнуло темно-синее существо, продолжая протягивать сумочку. — Это я напугал ее. Я правда не хотел. Я спала, и тут она потянула меня за хвост. Я же не знала, что это ее напугает. Правда не знала. Я никогда не видела жеребят так близко. — Простите. Жутковатый облик пони и ее плачущий вид сбили с толку не только Эпплджек. — Зикора, это они это мне рассказывали? — А где то четырехглазое существо, что протянуло к себе Эпплблум? Единорог стала помогать телекинезам зебре выбираться из-под завала, когда нежно заметила, что не она одна убирает свалившиеся предметы и ставит их на место. — О, Рарити, как это мило с твоей стороны помочь! — Но это не я! — воскликнул та, указав на свой рог. Тот действительно не светился, но предметы, подхваченные тусклым фосфорным сиянием, плавно отрывались от пола и вставали на свои места. Веточки ложились в корзинки, засушенные пучки трав возвращались на стены, а флаконы и бутылочки в верном порядке вставали на полки. — Я даже не знаю, где и что тут лежало! — Из нас всех только ты и я владеем телекинезом, ведь верно? — сурово взглянув на единорога, спросила Твайлэд. — Эм, это тоже я! — послышался тихий вздох. Лизвейрогая пони, сложив крыло, вышла на середину комнаты. На передних копытах ее съели два плотных металлических браслета. Я с просони, не подумав, воспользовалась телекинезом, чтобы рассмотреть ту маленькую пони. В лихорадочных крутящихся мыслях Твайлэд начала складываться картина целиком. Конечно, глазами могли оказаться эти диковинные предметы, они обманчиво светятся в темноте. А невидимые путы, разумеется, были телекинезом. Эпплблум совсем не ожидала оказаться в облаке телекинеза в доме Зикоры и, конечно же, безумно напугалась, ощутив настойчивое объятие. Облегченно вздохнув, она помогла Зикоре встать. — Извини, мы подумали, что сюда пробрался житель леса и мог навредить кому-то. Единорог смущенно ковыряла пол копытом под осуждающим взглядом зебры, и я решила, что элементы гармонии будут кстати. — Так вот, значит, кого ищет Пегаса Клоудсдейла. Дэш рассматривала крылатую пони со всех сторон, заставив ту немного смутиться. — Это ты, кто сбежал из Академии Вандерболтов? Ну почему? Это же так почетно оказаться там! Пегаска говорила с восторгом в голосе, даже не замечая того, что, возможно, не все летающие пони разделяют это мнение, особенно стоящие перед ней. — Наверно, — тихо ответила синяя пони, неуверенно качнув крылом. — Но это оказалось не совсем то, что я ожидал, если честно. — Не совсем то? Не совсем то?! Дэш захлебнулась воздухом, пытаясь переварить услышанное. Особенно о месте, в которое сама мечтала попасть и попала лишь недавно. — Да как такое можно сказать о замечательной Академии для самых одаренных летунов Эквестрии? — Погоди-ка! Может быть ты летаешь плохо, как… Дэш косо посмотрела в сторону все еще скрывающейся за спинами остальных Флаттершай. Та тихонько ойкнула и спряталась еще дальше, отчего, видимо, остался только небольшой кончик розовой гривы. Дэш улыбнулась и снова стала рассматривать необычную гостью Зикора. Все совпадало с описанием Спитфайр. Перепончатые крылья похожи на крылья ночных пегасов, зауженный хвост, покрытый редкими шипами и забавные ушки, перепонки на которых время от времени торчали, когда пегаска оказывалась слишком близко. Что это значило, она не знала, но выглядело это забавно. Как бы там ни было, нужно отвезти ее обратно в Академию. Рейнбу кивнула в сторону Дигзди. — Не думаю, это не займет много времени. Все согласны? Дэш, я бы повременила, пожалуй, с таким решением. Правда. Лилова единорожка все это время изучающе рассматривала надетые на высокую пони стальные предметы. Может быть, поинтересуешься, как ее зовут вообще? — О, точно! Пегаска хлопнула себе легонько по лбу копытом. Хоть ими-то есть, возможно, лучше летун Эквестри. Перепончата крылоя впервые легонько улыбнулась кончиками губ. Эта голубая пегаска как-то располагала к себе, особенно после того, что довелось ее увидеть в Академии. Самоотверженно спасая своих друзей, она уже тогда понравилась ей. — Но теперь, видя ее так близко… — Мое имя — Дигзди Дуа. — Тихо ответила она, не понимающая, уставившись на протянутые копыта пегаски. — Ну же! Меня зовут Рэнбу Дэш. Давай, Брахов! Дэш качнула копытом. — Ты что, не знаешь, что такое Брахов? Ударь своим копытом по моему! Ну! Ну это такое крутое приветствие! Вот! Дигзди осторожно цокнула копытом по копыту пегаски. Это было забавно, но все равно непривычно. — Вы же не забыли о нас? Или кроме Тейтвайла тут никого нету? — послышался голос земнопони с тремя яблоками на крупе. — Тут все хотят познакомиться. Я Эпплджек. Розовая пони, которая крутится везде и пытается вставить слово Пинки Пай. Розовая пони весело вильнула хвостом и действительно оказалась в другом углу комнаты, каким-то непостижимым образом пытаясь оказаться сразу везде. — Меня представлять не нужно. Я сама представлюсь во всем своем великолепии утонченной единорожки. Белая единорожка с фиолетовой завитой гривой приняла светский вид и, поправив копытом челку, представилась. — Рэрити, а тебе, дорогая, прежде всего нужно будет оказаться в моем бутике. Тебе определенно нужно поменять стиль. — А я Флаттершай. Очень приятно, если-то взаимно, конечно. Раздался тихий голос позади всех. Темная синяя пони учтиво склоняла голову перед каждой названной, чем вызвала улыбку Твайлет. Эти манеры напомнили ей жизнь в Контерлоте. Учтивость, порой кажущаяся фальшивой, в стенах столицы. Тут казалось забавной, немного старомодной даже для нее. Ладно, чудовища нет, все в порядке. Эпплджек успокоит свою сестру. А пока Дэш слетает с нашей новой знакомой в академию. В рассудительности лиловой единорожке было сложно отказать. Так что большинство согласно кивнули и стали медленно покидать жилище Зебры к великому облегчению хозяйки жилища. «Нельзя сказать, что она не любила гостей, но когда их было так много…» «Будет желание в гости зайти. Ты не стесняйся, в любой час приходи». Произнесла она, как обычно, в рифму и мягким голосом, когда перепончато крылая гостья прошла мимо нее. Диксти улыбнулась и кивнула в ответ. «Спасибо, если представить случай». Едва они оказались снаружи, в глазах пегаски загорелся огонек. «Раз тебя пригласили в академию, значит есть что-то особенное. Летим на перегонки. Пожалуй, даже дам тебе небольшую фору, как новичку». В голосе пегаски прозвучало снисхождение. «Вон к тому пику прямо отсюда! Готова ли лету на Квестрии?» «Пожалуй, хотя не думаю, что фора мне поможет». Она оглянулась по сторонам, махнула крылом остальным и, сжавшись, резко ударила копытами в землю. Глухой удар отдался дрожью в ногах стоящих пони, оставив на их мордашках след изумления. Там, где только что стояла пони с крыльями дождливого неба, лишь поднимались сверх легкие листики. Где-то наверху хлопнули кожаные крылья и отбросили тень, похожую на тень дракона. «Жутковато ты не находишь?» Реретти встала рядом с лиловой единорушкой. «Эти крылья, они такие…» «Пожалуй, но она гостья. Не думаю, что будет вежливо сказать ей об этом. Я думаю…» Спаркл смотрел на удаляющийся темный силуэт в сопровождении голубой пегаски, оставляющей за собой радужный след. «Но кое-кому это совсем не важно…» Она кивнула в сторону Пинки Пэй. «Когда вернешься, мы устроим вечеринку, новый занятный друг!» Раздался вопль в вечно свободном лесу. «Интересно, она меня услышала?» Пинка обернулась к остальным пони, прикрывающим ушки копытцами. «Даже если нет, с нее наша Дэш Сахарок, все будет в порядке!» Эпплджек, встав рядом с розовой кудрявой пони, потрепал ее за холку. «Она непременно вернется!» ... … Продолжение следует...